Лучше настроить свою жизнь, как хочешь, чем ругать судьбу. Привет, я Оксана Коннор, это подкаст «Конноры о главном». Здесь мы говорим о главном в мире изменений – психология, отношения, техники и подходы для изменений жизни. Мы говорим о здоровье, карьере, бизнесе, связи с самим собой, для работы и удовольствия. Что делать, если потерял смысл жизни и ничего не хочется? Почему одни люди живут с удовольствием и наслаждаются жизнью, а другие, у которых, может быть, даже больше денег и больше возможностей, не чувствуют смысла в жизни и мало радуются жизни? Во втором выпуске подкаста «Коннора о главном» мы сделаем разбор случая «Если потерял смысл жизни и ничего не хочется, что делать?». Эта тема набрала больше 40% голосов на опросе у нас на канале Телеграм. И сегодня в прямом эфире Ричард Коннор посмотрит вместе с нами демонстрацию и ответит на вопросы. Друзья, сегодня наш герой Валерий, 49 лет. Валерий успешный преподаватель, музыкант, примерный семьянин и отец двоих детей. Валерий обратился с проблемой потеря смысла жизни, потеря радости и удовольствия от жизни. И он участвовал в лотереи на летнем семинаре. И Ричард показал с ним на сцене живую демонстрацию. Это в каком году? Это было в 2013 году. То есть это 10 лет назад? Да. Я не помню демонстрацию. А я Валерий помню его лицо. Ну, наш давний коллега у тебя учился несколько раз. Он сертифицированный мастер НЛП, талантливый пауч. Нет, я его помню, демонстрацию я не помню. Ага. Наверное, мне будет интересно, но, по крайней мере, сейчас, я спустя 10 лет, я вижу это очень четко, что когда мы никому не нужны, тогда смысл жизни теряется. Когда нет человеческих связей, когда будущее не представляется нам интересное, светлое, тогда нет надежды в будущем, то и никому не нужны, и тогда, конечно, смысл теряется. Ну, с Валерией я не помню. Это интересно мне было посмотреть. На самом деле он на перерывы подошел и объяснил, что у него все в порядке с его преподаванием, с бизнесом, с финансовой частью. и он успешный эксперт, то есть у него есть и студенты, и есть возможность самому играть музыку. Он музыкант, также и преподаватель. И тоже он психолог, к нему обращаются, как к консультанту в НЛП. Но все-таки он сказал, что у него есть как будто какой-то бессознательный страх радоваться, и, конечно, при этом он не мог наслаждаться жизнью, не важно, сколько он зарабатывает. Страх радоваться. Ну да. Это приколный страх, конечно. Ты смотришь, как к этому ты пришел. Страх радоваться. На самом деле в этом подкасте вы услышите примерно 11 вопросов. Мы задаем Ричарду и прокомментируем 11 мест в процессе вот этих изменений, которые будут происходить у Валерия. У нас есть также в описании к эфиру вы найдете навигацию по самому эфиру, основные темы, и обязательно, как и обычно на эфирах, где-то во второй половине демонстрации мы сделаем вам сюрприз. Смотрите нас до конца. Ну, сейчас давайте посмотрим самое начало демонстрации, познакомимся с Валерием и посмотрим, как он представляет свою проблему, свою цель. Что делать, если потерял смысл жизни и ничего не хочется? Вер, ничего, если музыка играет, когда мы работаем? У нас вчера уже «Когда мой принц придет» радовали альбомом. Вчера она от анатотерапии. Халтрин уже играл «Когда мой принц придет». И суббирал «Когда я не могу принц демонстрация, что мы просто видим друг друга. Что бы наше пространство появилось?» Продолжение следует... 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 вот здесь ричард хочу сразу перейти в делу как ты думаешь в чем у консультанта здесь цель ну во-первых как ты думаешь куда ты дальше поведешь валерия но что ты уже понял весь на этом этапе сейчас как и думаешь что ты тогда решил делать и почему это по моему здесь это сбор информации я хочу конечно связаться с человеком но я не чекаю мыслей и после всего я получаю информацию от физиологии от речи бессознательная коммуникации это прежде всего но я 10 лет назад как и сейчас сегодня думаю что отношения с людьми это глубоко влияет поэтому когда есть благополучная семья человек даже живет по статистике и и когда есть очень много близкие люди друзья по-настоящему то человек это это вытравливает быстрее и не живет более более смысленно поэтому вопрос конечно если смысла нет жизни почему я хочу выяснить здесь что-то за отношение потому что я не могу представить что я кому-то нужен и смысла нет жизни но я это сбор информации на самом деле я хочу познакомить наших слушателей наших зрителей подкаста своей структурой практического подхода к консультированию индивидуальному то есть когда один на один работаешь с человеком и это очень простая четырех шаговая структура практического подхода ричарда коннора первый шаг это налаживание отношений второй шаг сбор информации третий шаг это доступ к ресурсам и четвертый шаг проверка и закрепление нового поведения в будущем есть важные нюансы по каждому шагу и по каждому шагу есть важные моменты которые нужно сделать чтобы пройти его успешно допустим в налаживании отношений есть два момента что это положительный взгляд на другого человека также убеждение что человек может измениться и также терапевт или коуч отделяет человека от его поведения человек это не его поведение и поведение может поменяться ну да и и добавок этому я глубоко предполагаю что я уверен что если я ходил в его это туфли или что то и это я бы понял если я рос как он рос у меня была его семья если если я жил его жизнь тогда я бы наверно как он посмотрел я не чувствую ни в коем мере ни в коем образом что я лучше или выше или умнее может быть у меня больше опыта и я могу это делиться но мы оба люди там и мы все стараемся понять как жить и когда есть это оттенок это что мы не можем мы равны я я выше и человек это чувствую я не с высоко если не сходить у нас ничего никогда на самом деле действительно всегда в твоей работе чувствуется уважение глубокое и дальше мы будем видеть это во многих приемах во многих техниках которые ты предлагаешь потому что даже метафор и которые ты рассказываешь они обычно о твоем собственном опыте где была какая-то сложность какая-то трудность ну да это тем самым я я ну как бы косвенно передаю что у меня тоже сложности и тупики и ошибки и прочее и ты не один это вот это общность да есть много общего и вот это когда прикрепляет вот эти связи дальше следующий этап подходе это что мы здесь посмотрим на этой записи это этап сбора информации обычно ричард спрашивает дорогие друзья что ты хочешь делать и что тебе мешает и когда он говорит что то хочешь делать он обычно просит делать мысленную репетицию это значит войди и мысленно сделай то что ты хочешь даже если человек обращается с проблемой он говорит если бы ты решил эту проблему чтобы ты мог делать тогда в жизни то есть всегда цель это новое поведение и тогда что мешает от от на основании этой информации ричард получает вывод о том какие ресурсы нужны ну давай посмотрим давайте следующий наш этап посмотрим еще несколько минут продолжения ну я нуждам твоей дочки которая сейчас не живет со мной к сожалению ну и 14 с половиной на она мы разошлись женой спелый да да достаточно 40 лет ну вот получается 8 лет ну да и я нужен сейчас твоей жене которой я женился два года назад ее маленькому сыну который я считаю своим но он и есть мой это в каком смысле нет смысла возникает ситуация во время от времени когда мозг понимает то это надо это полезно а а внутри все останавливается и отказывается ощущать что это необходимо ну точнее в этом кроме обязанности есть еще какая-то радость потому что обязанность без радости это не радует а это обуза это каторга наверное вот я теряю мало радости наверное ощущения удовольствие от того что делаешь о я знаю мы поставим на радость и тогда там вообще не получится обычно ну вдруг то вот здесь мы видим что уже начинается кроме сбора информации и смена рамок тоже и юмор как часто ты используешь юмор в консультации насколько это уместно и зачем ну это не плакание это это исследование и это когда мы мы ищем и найдем новые возможности когда мы можем реализовать чуть больше своего потенциала вот это праздник и да естественно идея по крайней мере раньше была в том что надо было откопаться откопаться в будущем в прошлом и и стырять грязные белья на людях все техника горячего стула и гешталт это надо закончить страдать и страдать ну для меня вот здесь это 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 не такое событие и и когда мы можем использовать когда мы можем смеяться 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 это 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 сразу меняет рампу и сразу это состояние меняется юмор меняет рамку это очень важный инсайт это я сам открыл в первой истории да я чуть-чуть это ну конечно юмор на самом деле исцелять это известно еще со времен древней Греции когда ставились комедии в театре но здесь я предполагаю что больше всего я как терапевт там вот он старается понять что что победили мешает есть есть новая семья это два года с новой женой ребенком работа есть здоровье есть в чем в чем в чем препятствия здесь это я я не знаю что дальше я буду делать там но это будет связано с тем понятно да что происходит ну я сейчас когда будете смотреть мы посмотрим еще примерно три минуты видео и начнется сейчас сбор информации как вернуть радость исследование стратегии радости как вообще обычно ты радуешься чему и дальше исследование очень интересного негативного транса неудовлетворения почему возникает неудовлетворение не почему а как именно его реальность трансформируется в неудовлетворительную и дальше будешь тоже использовать дальше посмотрим вот давайте посмотрим через 10 секунд на самом деле начнем если вдруг то можно сидеть и ждать вдруг сейчас мана небесная упадет а как перелет радость или какие условия радость появляется вот радость ну понятно что я много думал да и пытался если ты что-то знаешь глупо не пытаться не пытаться выяснить ну радость появляется наверное не радости может если честно радости давно уже не испытываю к сожалению удовлетворение может быть ну хорошо да маленькая радость скажем так какие условия удовлетворения но я заметил что когда я делаю то что ну скажем то что надо скажем хотя бы так вот я должен сделать определенную работу да потому что я ее делаю даже без радости и тогда получаю удовлетворение потому что неудовлетворение очень много возникает когда ты не делаешь не видишь смысла да в итоге на тебя все сваливается и тогда получается просто кошмар здесь не сделал здесь не сделал здесь не сделал ну это как минимум ну и наверное наверно наверно когда кто-то делаешь полезное да 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 думаю что уже второй раз он это повторяет когда он он делал то что он нужен был да это это обязанность это даже когда ты спросил даже когда ты спросил о том что на самом деле тебя радует он не выбрал что то что радует а2 сказал но даже если я сделал что-то что я обязан потом я чувствую удовлетворение. Да, он не выбрал настоящую вещь, которая бы его порадовала. И сказал, что он давно не радуется. Поэтому здесь, по всей видимости, он не занимается, чем он хочет или любит. Или он живет жизнь как долг, это не как приключение, не знаю. Только обязанность. Жизнь как обязанность. И это исключает делать, что хочет, заниматься, чем он хочет. Может быть, это будет ключ здесь, я не знаю. Я чуть-чуть, здесь я более глобально смотрю. Меньше на симптомы, больше на окружающие, на контекст, на мировоззрение и так далее. Но, может быть, там я тоже выбрал. Мне интересно здесь тоже, как у него развивается вот эта вот реальность. Потому что то, что сейчас терапевт делает, консультант делает, он исследует структуру, как человек каждый день создает вот это неудовлетворение. И явно видно, что он перегружен делами. Здесь не сделал, там не сделал, потом все на тебя навалилось. Так вопрос сейчас, что он хотел делать. И почему он не может. Действительно, вот к этому ты сейчас того и выведешь. Смотрите, как интересно происходит. Сейчас мы увидим эксперимент. Называется «Две минуты свободы», который ты ему предложишь. И тоже проведешь очень интересный прием сравнения двух ситуаций. Одна, в которой ты чувствуешь удовольствие и радость, а вторая, в которой ты не чувствуешь. Смотрите, как делается. Ну вот, в частности, для людей, да, вот удовлетворение. Можно, короче? Короче, это… Какие условия удовлетворения? Да, удовлетворение. Ну вот я, например, с студентами хорошо поработал. Удал ему. Вот. И у меня удовлетворение. Окей. Вот, наверное. Давай сравни, что-то интересное здесь. В этой ситуации с студентами… Давай посмотрим на Валерия. Угу. Там есть, ну, чуть-чуть удовлетворение, а в другой ситуации смысл теряется. И чтобы понять, в чем здесь разница, прошу тебе сравнить. Может быть, отсюда. Потому что ты слишком много думаешь уже. Да, это плохо мешает. Ну, иногда нужно, но не всё время. Давай расслабляемся здесь и думать отсюда. Ну, вот у меня аналог пришел, что это как… Ну, со студентами, во-первых, ощущение возникает через какое-то время полёта, ну, если так, метафору музыки. А в других случаях, я уже сказал, это вот эта каторга. Через «не могу», хотя смысл, наверное, есть во всём. А если смотрим на ситуации, в чем разница? В одной ситуации Валерия Чучин удовлетворение, а в другой ситуации нет. А почему? В чем разница? Ну, вот я сейчас заметил, ну, так уже более почувствовал. Ну, когда есть удовлетворение, делаешь, во-первых, по-своему, по-своему делаешь. И отдаёшься. Да, и не напрасно. Да. Если напрасно, то… Да, это… Ну, и сопровождается это вдохновением, потому что… Потому что… Потому что, когда делаешь, что хочешь и как хочешь, и видишь в этом пользу для других, вдохновение просто от того, что творишь. А там всё вынуждено, и тебя там, по сути, мало. Чего мало? Мало, потому что… Мало чего? Тебя сама, у меня мало. Да. Меня мало. Я… Мне сказали, ты должен, и плюс результат оценивается немногим. Фактически. Выпишешь? Делается интересный эксперимент. Да. Вот здесь только что ты сделал эксперимент, точнее, приём сравнения двух ситуаций. Скажи, пожалуйста, с какой целью делается этот приём, и что он помогает достичь? Ну, буквально мы хотим понять, в чём разница. И если мы сравниваем, тогда легче по контрасту это заметить. И есть, конечно, может быть, множество разных нюансов, ну, какая разница имеет смысл или влияет всё равно. Это помогает смотреть на суд, на смысл. Потому что всё, что однако, отпадает, и остаётся тогда то, что это… Это отличается, да. Ради чего? Я тоже думаю, что этот приём также помогает представить уже желаемое будущее. Ну да, косвенно. Да, на мета-уровне то, что человек делает, он видит, что есть такой вариант будущего и другой. Хотя это в прошлом, но это всё-таки это… Всё-таки это даёт… Да. Да. Это косвенная идея, что это возможно. Я, как семейный терапевт здесь, чувствую, что-то не то. Потому что, когда мы говорим, что смысла нет в жизни, мы не говорим только о профессии. Это если дома всё хорошо, даже если это работа нудная, и даже если это так, как на конвейере, если дома ждёт это, ну, любовь и понимание, поддержка, то смысл всё-таки есть. Но мы почему-то пока не говорим о семье. И это интересно, если это… Экола там будет это… Туда везти. Ну, я уже знаю, что будет, но я не буду. I will not spoil. Окей. Я не буду вам испортить удовольствие с моим обнаружить. Ну, сейчас я скажу, что дальше… Я тоже это хочу. Просто, чтобы вы на технику посмотрели, сейчас будет следующее обсуждаться условие для удовлетворения в жизни. Какие… Что минимум должно присутствовать в жизни человека, чтобы он чувствовал себя удовлетворённым. И дальше ты предложишь ему, Валерию, сделать эксперимент на две минуты просто чувствовать себя свободно, чувствовать себя, какова была бы жизнь, безобязан и бездолжен. И посмотрите, как дальше Валерия на это реагирует. Фактически то, что происходит, это происходит репетиция нового будущего. Смотрите, как интересно. Так. Так. Давайте… Давай… На две минуты у меня есть секундомер, если сказать отсюда, мы можем. На две минуты… Давай отложим. Ты должен, обязан. Тогда… Идё я, правда? На две минуты. Чтобы посмотреть на эту жизнь. Нет, это не туда. Это уже было. Это туда. Что-то новое. Если должен, обязан здесь, и здесь свобода. Ну, может быть, в хорошем смысле. Да. Веселый, это шланг. И ты жалко, что это не может быть. Ну, почему это не твоя шутка? Ну, нет. Не в красоте, суть того, что… Я представил… Здесь что происходит, когда он говорит, кошмар получился в хорошем смысле, а терапевт говорит, и жалко, что этого не может быть, что это не твоя судьба. Что это за комментарий? Ну, как он ответил? Помнишь? Он сказал, да нет, дело не в красоте. Он сказал, почему? Почему не может быть? Да. Я хотел, конечно, использовать этот момент, чтобы он начал бороться за его будущее. Не в том, что я начал убедить его. Да. Ну, смотри туда. Вот ты можешь туда. Это твое. Я говорю, нет, это нереально. И он говорит, почему нереально? И он тогда… Ты вызвал обратную реакцию. Ну, да. И я занял вот это сомнение, которое живет внутри его. И поэтому он должен… Если я занял это место, он должен тогда другое место занять. Занять другую позицию. Как интересно. Давайте еще раз посмотрим этот момент коротко. Вот он. 13.02. 20 секунд последние. Ну, в первом смысле. Да. Без него это шло. И жалко, что это не может быть. Ну, почему это не твоя судьба? Ну, нет. Не в красоте. Я представил. Реакцию. Хотя никогда не смотрю. Ну, конечно, смотрю, что кому-то что-то должен. Еще одна выгода. Воборот, и тогда правда должен, обязан, придется. Давай наслаждаемся, потом можно объяснить. Закрой глаза. Давай… Давай посмотрим на другой мир. Как бы параллельный мир, который всегда был… В смысле, на репетиция будущего желаемого… Интересно. Если хочешь, можно это и даже чувствовать. Нюхать… Запах свежестью. После… Летного дожди… Это… Это должен, обязан. Позади и есть пространства, где они раньше были. Тело. Чуть-чуть мягче вокруг этого места. Чуть-чуть более человеческое. Чтобы… Чтобы… Эта рана становиться огромным ресурсом. Вот здесь хочу отметить, что здесь идет очень красивое трансовое видение. Валерия… 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 Ричард предлагает ему проверить вот этот новый мир, где обязан и должен отсутствуют. И… В этом мире он проводит его через красивую метафору. Запах свежести, как после летнего дождя. Валерия… Обратите внимание, как он раскрывает по всем сенсорным каналам вот это состояние ассоциирования в эту ситуацию. И… Сейчас начинается очень интересный процесс – трансформация раны в ресурс. То есть на метафорическом уровне создается карта о том, как то, что раньше мешало, станет ресурсом. И дальше… Валерий скажет, через примерно две минуты взаимодействия, он скажет, что у него появилось новое убеждение на основании вот того, что Ричард только что ему предложил исследовать. Смотрите, как интересно. Фактически мы с вами видим обновление модели. Хочешь что-то откомментировать? Ну да, по-видимому, циколог там думает, что… Я про себя в прошлом лет. Он думает, что это достаточно просто представить новую жизнь без обязанностей, без должности и прочее, и привыкнуть. Но отсюда, сейчас, сегодня, я бы хотел понять, в какой ситуации вот это образовалось, вот это убеждение, вот это понятие, или это мировоззрение, это мировоззрение, это мировоззрение, это… Потому что мне кажется, это лучше, чем просто какой-то прием на 10 минут. Ну, может быть и нет. Может быть, иногда человек готов, и это достаточно просто показать, где вода, и он будет тогда пить. Да. Это… Ну, здесь почему-то, мне кажется, это… мы предлагаем это новое будущее, это без… это препятствия. Да. Без этого, что это не было. Убеждения, наверное. Угу. Угу. Ну, пока нет информации о том, почему это так получилось, и кому это нужно. Ну, дальше мы, на самом деле, в этом приключении получим такую информацию. Во время этого эфира, сегодняшнего подкаста, мы будем, конечно, только частично сможем посмотреть, как ты это все делаешь, и как собираешь информацию. Ну, а на самом деле, в конце у нас появится полное представление картины, почему… А что случилось? Почему эта ситуация так сложилась у Валерия? Ты можешь? Сейчас раскрыть. Ну, я бы хотел. Если вы остаетесь с нами до конца, вы узнаете все сами в деталях от Валерия. Я сказал, что не успеем до конца это все смотреть. Да, но у нас есть полная версия демонстрации. А, да. Вы можете в описании к этому… Ну, я записывал, что я… В описании к этому подкасту. Окей, я посмотрю. Я сейчас выложу ссылку тоже. Еще мы приглашаем вас, друзья, на наш телеграм-канал. Сейчас как раз время для сюрприза, и мы вас приглашаем на наш телеграм-канал. Тоже в описании к этому подкасту вы найдете ссылку. Присоединяйтесь. Обязательно нажмите «Подписаться», чтобы оставаться с нами. Откройте навигацию, посмотрите, как войти тоже в наш чат, где мы можем с вами общаться напрямую. И, друзья, сюрприз вам… Мы дарим вам мини-игру со словом «Мастер». Зайдите, пожалуйста, к нам на канал в Телеграм. Там в прикрепленных сообщениях вы видите мини-игра с таким значком «Замка». Заходите в наш добрый бот игровой, набираете слово «Мастер», и дальше вы увидите… и вам будут подарки, сюрпризы и несколько интересных ситуаций вам будет предложено. Так что будем рады видеть вас у нас в Телеграм-канале. Друзья, у нас с вами также и другие подарки, наши подарочные купоны. О них вам расскажем чуть дальше. Оставайтесь с нами, давайте дальше посмотрим, как у нас идет наше трансформационное приключение с Валерием. Это подкаст «Что делать, если потерял смысл жизни и ничего не хочется». Законеры о главном. Катерии со мной. Эта рана дает возможность видеть других и видеть их боли и страх, их горы. И не только обидеть, а поддерживать. И тогда смысл… Из-за прошлого, из-за всех веков ошибок, всех препятствий появляются, потому что на этом основании мы можем видеть других, как молодой человек не может. Уложить имя намерение. Вот этой раны, в какой-то количестве. В смысле, подросток. Если хочешь, мы можем продлить иммунитет еще на две минуты. Это прям все с детства. Ну, я… Даже то, что обязан, можно делать так, как считаешь нужным. Ну, если это твой выбор, я не против. Вообще… Что было бы, если обязан, нужен и прочее-то обязан, нужно, если надо, пропало. Здесь я хочу подчеркнуть, что Валерик говорит о том, что у него сформировалось новое убеждение. Он говорит о новой рамке восприятия, что даже то, что обязан, можно делать так, как считаешь нужным. Я не понял. Ну, раньше, вот после этого процесса, что он себе представил, у него появился инсайт, что даже те вещи, которые он обязан делать на работе, он может делать так, как сам хочет. Вот такая вот применение к себе на себя произошло во время этого процесса. Если я не могу заниматься, чем я люблю, я могу любить, чем я занимаюсь. Ну, да. В каких-то… Конечно, глобально это не будет работать, но в каких-то вещах точечно, на короткое время это сработает. Я думаю, все равно потом изменения нужно будет делать системные. Мне кажется, это мало. Ну, давай посмотрим, там дальше будет больше. То есть, в чем минус? В чем… Если делаешь то, что хочешь со страстью и… Ответственностью. Намного меньше делаешь то, что нужно, то, что обязан. Когда делаешь то, что хочешь… Когда делаешь то, что хочешь… Ответственностью. Уже количество слов превышает мою возможность и понять… А, тогда… Давайте начнем это сначала, потому что… Здесь у Валерия было объяснение очень интересное. И тогда терапевт решил переключить его на… Все-таки на телесный уровень. С помощью фразы «Количество слов превышает мою способность понять». Техника замедления. Зачем ты это делаешь? Потому что я не мог понять. Ну, еще, конечно… Когда есть много слов, это сознание… Это сознание поет обычную песню. И вот в этом ничего нового, нет информации, которой мне нужно. И поэтому я хочу это… Поставить палку в колеса… Я хочу остановить вот этот сознатный поток. Да. Чтобы мы могли получить информацию другую. Ну, вот дальше… Ты скажешь, это все, конечно, интересно. И я включу на следующий кусок, где идет… Будет уже идти… Скажет про страх и пойдет знакомство со страхом. Идея в том, что он скажет сейчас, что ответственность – это страх быть взрослым. Интересно, но я не могу понять… Это я… Что хочешь и что мешает. Это… Ну, у меня смутное представление, но это… Давай… Давай отсюда. Пожалуйста, закрой глаза и… Давай чувствуем, а не думаем. И давай даже на две минуты… В течение двух минут не ответим. Просто… Иметь в виду вопрос, что я хочу делать. И без слов, без аналога, без тебя. Ответственность – это страх быть взрослым. Это… Это… Вот… Это… 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 Значит… Слово… Это… Это чувствуется здесь, да? Да. Сколько лет этого страха? Как сейчас без знакомства со страхом? Ну, просто… Лошадь. Много. Десять. Тракция. Тридцать. Я… Сейчас… Подумал… И просто… У меня была травма сильная. После этого я себя, по сути… Что случилось? Я на тренировке сломал позвоночник. Да. Долго выходило, наверное, вот это вот… Даже били… Сначала отбивался, потом… Окей. У тебя тенденция говорить. Опять использование юмора. Это… Это… Приколок сам… Это… Спросил. Нет. Конечно… Дурная привычка. Ситуация. Это приятно. Здесь тоже он, конечно, переключает внимание, чтобы сменить контекст. Судья тенденция говорить, шутит. Он говорит, дурная привычка. И всё. Они уже не в травме его по позвоночнику. Я тоже… Иногда люблю говорить. Но здесь что-то важнее, чем речь. И важнее даже, чем то, что ты пока осознаёшь. Ну… Дорваться опять… Видишь, много… Этого страха, да? Сказать… Привет, страх. Привет. Добро пожаловать. Да, да. Человечный страх. Я знаю, что есть смысл здесь. Есть хорошие причины. Достойные. Я хочу с тобой познакомиться. Я хочу с тобой сотрудничать. Я хочу с тобой сотрудничать. И вместе я хочу поддерживать Валерию. Сотрудничать… 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 Сотрудничать со страхом, друзья. Новые отношения… Часть… Это… Я скажу… Я… Уважаю тебя. Я принимаю тебя. Уважаю тебя. Уважаю тебя. Уважаю тебя. И говорит, что ты мешаешь. Ну, в каком-то смысле, конечно. А мне кажется, ты спасаешь Бог. Друзья, здесь происходит налаживание новых отношений с той частью, которая раньше производила страх. Если раньше это был конфликт внутренний и борьба, и человек бросал на эмоциональных качелях, или он находился в состоянии равнодушия, в страхе, что если произойдёт что-то хорошее, а потом может произойдёт что-то плохое, например, то в данном случае происходят новые отношения, налаживание новых отношений. Это как будто был человек, с которым у него было испорчено взаимодействие, был конфликт, а сейчас они опять снова начинают друг с другом общаться и начинают развивать нечто вроде сотрудничества и дружбы. Друзья. И мне это очень приятно, напрямую с тобой разговаривать. Я вижу солнце. Если не от солнца, то мы бы не беспокоились. Маменький страх. Особенно вот, когда это рухнуло, когда вот травма была, она ещё больше стала. Вот он говорит, что это мамин страх, вот этот страх, который он чувствует, страх ответственности. Это мамин страх, что когда у него был перелом позвоночника, то мама стала ещё больше даже беспокоиться, чем раньше. Ну да, сейчас мы начинаем больше понять эту ситуацию, этот контекст. Очевидно, что это было бы интересно смотреть на отношения с матерью. И это отношение, между прочим, не началось, когда он повредил позвоночник. Это отношение, когда он родился, или она родила его. И, по-видимому, здесь это сильно влияет. И если мы возвращаемся к его, не знаю, объяснению. Да. Я не вижу смысл, смысл теряется, и всё. А я... Я теряю смысл в жизни. Да. И сейчас мне интересно, если он про свою матерь говорит. Да. Да. Он говорит о том, что у них были очень близкие отношения дальше. И он будет рассказывать, что он очень много потерял. Он к ней относился как к ребёнку, когда она болела. И я думаю, как раз здесь идёт работа именно вот с этим периодом. Я имею в виду, может быть, он как зеркало, он показывает то, что мама чистая. И не имеется в виду, что он объясняет, что это для мамы теряется смысл. Ну, имеется в виду, что она умерла два года назад. Угу. И я уверена, что он чувствует, как сын, он чувствует то, что мама раньше чувствовала. Наверное, до сих пор это её... Ну, он и говорит, что... А, я не помню, что она умерла два года назад. Когда это... Когда, естественно, это... Романтическое впечатление. Если вот это... Это вот это отношение, его главный в жизни... Да. И сейчас нету... То... Мы можем об этом говорить идёт. Да. И, конечно, это жена не бывшая, не денежная, не заменяет. Да. Интересно. Ну, дальше будет очень интересный момент. Во-первых, я сейчас... Чтобы в рамках подкаста нам ещё успеть показать вам, как дальше... Слухи минуты. Ну, ещё можно 15 минут. Потому что у нас час 10 идут подкасты. Вот. В общем, я хочу успеть вам показать тоже создание новой карты в будущем. И обязательно ещё откомментировать и подарить вам наши подарки и сюрпризы. Друзья, давайте посмотрим, как... Сейчас дальше Ричард делает очень интересную технику. Сколько страха оптимально чувствовать. А пройдём мы с вами через интересную технику тоже расслабления мышц лба. А через прикосновение, прерывание вот такого соматического паттерна напряжения мышц лба. Дальше разговор на языке сердца. И метафора золотая средина. Что нужно, чтобы страха было достаточно на уровне внимательности и осторожности. Но не слишком много. Вот сейчас установка оптимального размера страха через положение рук. Такая техника. Посмотрите несколько секунд. И я отключу дальше. Отделился, как от меня. Когда я понял, что это... Мамин страх во мне. Я почему-то его воспринял как заботу. Ну... Мне кажется, он нужен. Я... Чем больше я его знаю, чем больше я уверен в этом. При этом... Это не значит, что... Столько страха нужны. Вполне возможно, чтобы столько будет достаточно. Так... Это мало. Это... Мало. Давай проверим, если столько. Вот. Нет, вот. Вот. Вот это да. Вот. Вот прям от рука. То есть не хотим переборщить и не хотим скобочить. Это... А здесь... А здесь... Здесь как-то я так понял, что она... А мама до сих пор с нами... Тогда что вы? Она всегда со мной. Как-то я... Можно, Ричард, твой комментарий на технику с руками? Ну, это... Это просто... Это зрительный... Даже... Телесный способ... Это показать... Размер, сколько... Интенсивность или количество. И... То, что было, может быть, интересно... Это... Психолог там... Начал убедить его чуть больше это сохранить. Чтобы опять же он это тогда боролся за меньше. Да. Опять занять позицию, при которой человек выберет его. Почему больше? Это чуть-чуть поменьше, да? Да. Это... Это как это... Легенда... Это про Милтона Эриксона. Тогда... Его папа старался... Это... Теленка тащить в бомбар. И... И... Теленок это... Запротивлялся. Папа не мог это... Тащить. Милтон... Милтон, которому было 8 лет, когда смеялся. И папа тогда... С негодованием говорит... Хорошо, ты такой умный... Тогда тащи это... Теленка в бомбар. И... Эриксон за хвост тогда... Тащи его. Да. И тащил его в бомбар. Да. Это прикольный... Прикольный случай. Слушай. И... В общем, дальше, чтобы наших зрителей, наших слушателей провести по истории, дальше будет очень интересное 10 минут видео, на которых вы увидите такие моменты. Оживление связи с образом мамы, активирование образа мамы в молодости, полной сил, здоровой, веселой. И дальше, образ мамы, связь с мамой как ресурс. Дальше, очень красивый процесс гипнотическое ведение. Можно конспектировать речевые обороты оттуда. На связь с самим собой и целостность. Доверие, мудрость и интуиция на 2 минуты. Связь с телом, связь с самим собой, немножко юмора. Дай Бог. Дальше, знакомство с самим собой и развитие вот этого ощущения сохранности. Внутри ты в сохранности. Дальше, возвращение. Опять юмор. И новая стратегия, в которой и мозг, и чувства присутствуют. Дальше, Коуч комментирует, что на данный момент в ситуации есть дисбаланс. Что, Валера, ты много проводишь времени в голове и много в теле. И дальше Валерий дает очень интересную обратную связь, которую я вам хочу дать послушать самим. Из уст нашего героя. 44.20 нам нужно открыть. Вот отсюда. Ощущение, что обрел. Ощущение, что обрел. Не понял, что это слово. Чувствую, что обрел какой-то вот, какой-то не страх, а советчика. Да, я понял это слово. Это как приобрести, да? Ну нет, это не боязнь, а надо, не надо, но без паники. Да, не надо, но без паники. Отсюда. Только отсюда показывай свою грудь. Давай проверим, потому что это твоя жизнь, это твое будущее. Надеюсь, вот коуч дальше будет вести мысленную репетицию нового будущего в равновесии. И, как ты сказал, мы умрем, а в этом, как ты хочешь жить, и объясни мне, что ты хочешь достичь, спитать. Закрыть глаза. Давай. И телом, и головой вместе, чтобы сохранить это равновесие. Отлично. Очень хорошо расслабился. Твою. Отлично. И давай войдём в новый мир, в новое будущее с этим равновесием и прожить год или больше, чтобы проверить, чтобы привыкнуть доверять себе, чтобы связь между телом и головой употребляться более надёжно. Чтобы не узкая тропинка, это уже шоссе. И теперь я прошу продолжить поделить и иди изменить будущее, иди изменить мир. процесс редактирования нового будущего. Смотрите, как интересно. Смысл они появляются. И делать интуитивно, а не головой. Можно руками отлипить. Это более смысленно, чем анализировать. То есть давай расслабляемся здесь и построим. или если легче рано наблюдать, когда новое будущее строится отсюда. есть смысл, есть удовлетворение, есть может быть сначала в меру проводить вот сейчас вы видите очень интересный процесс создания новой модели, новой карты реальности, нового будущего. Дальше пойдет введение очень красивая жизнь, как океан бесконечных возможностей и ты плаваешь в этом океане. рекомендую вам посмотреть полное видео и самим сделать эту технику под уведение Ричарда. Полное видео вы найдете по ссылке в описании к этому подкасту. Друзья, дальше будет очень интересная техника стратегия новой реакции в ситуациях препятствий, которую кратко мы назвали ныряй под волну. Дальше будет интеграция всего в новую карту, в новый путь, в новую модель, новое мировоззрение и, конечно же, будут новые убеждения. Даже Валерий скажет, какие новые убеждения у него появились и дальше Ричард даст предписание на время после сессии и скажет, в чем твоя задача, в чем следующий шаг. Давайте посмотрим окончанием, чтобы нам с вами еще раз в эту атмосферу сессии завершение Валерия с Вичардом этого путешествия час 08 34 получилось. И это правда. Смотри. И это правда. очень приятно познакомиться с твоими страхами. с твоими страхами. Валерия с твоими страхами. потому что это было не только ради Валерии, я не забыл о вас. Может быть, ответит на вопрос, но я, в смысле, не должен. Если моё предпочтение ты учитель, я бы сегодня максимум ещё сто слов сказал. Я праздновал День Пельменей. Ой, какой самый успех? Друзья, добро пожаловать обратно из нашего приключения в летний семинар 2013 год. Мы сегодня делаем разбор случая «Я потерял смысл жизни», что в этом случае делать. И смотрели на приключения Валерия с Ричардом и на то, как в течение час 08 идёт демонстрация, как можно действительно обновить модель мира человека, как помочь ему в этом. Ричард, скажи, пожалуйста, какие у тебя впечатления от этой демонстрации и какие, может быть, три главных инсайта или три главных напутствия ты можешь дать специалистам, которые будут слушать этот подкаст, которые работают с этой темой, что делать, если я потерял смысл жизни? Ну, во-первых, я хочу понять, в каком мире нет смысла. Это не метафора, я имею в виду, как он живёт, с кем он живёт, как он взаимодействует, чем он занимается, чтобы нет смысла. И, конечно, мы обнаружим, что есть ограничивающие убеждения, это почти всегда присутствует. Вопрос тогда дальше, когда мы имеем понятие о том, что делать. Иногда мы можем, изменив это убеждение, или даже просто мышленная репетиция нового поведения, мы можем изменить ситуацию, но чаще всего, и вот это то, что я больше всего вижу, когда я эту демонстрацию, это с 10 лет назад начал, имеет ли смысл изменить фокус субмодалности, изменить паттерн, изменить это поведение, если вот это его жизненные обстоятельства, его семья, его отношения, это его окружающие, если это будет влиять, чтобы это неважно, несмотря на, независимо от того, что он не делал на демонстрацию, если он возвращается в жизнь или в систему, которая вызывает вот это отчаяние, не знаю, как это назвать, тогда мы на время помогли, но если мы можем так и иначе изменить эту систему, тогда мы решили вопрос это надолго. Главное изменение, конечно, это будут зависеть дальше от Валерия по поводу изменения конкретно поведения. Ну да, если он изменил поведение, тогда и тем самым он может изменить ситуацию. Ну и дай Богу, он хороший. Итак, друзья, это подкаст Конора о главном, и сегодня мы с вами разбираем случай, что делать, если потерялся на пол жизни. Ричард. И потерял кофе. По-моему, ты его выпил. В завершении нашего подкаста, во-первых, хочу поблагодарить тебя, спасибо, что пришел к нам очень интересным. Слушать твои комментарии. Пожалуйста. На самом деле, это здорово, что можно вот так вживую спросить, что ты делал, какие были шаги, каков твой взгляд изнутри, это как будто спрашиваешь мастера, который тебе машину подчинил, что там сломалось и почему, и что нужно было заменить. Это интересно меня смотреть тоже и заметить, что во мне изменилось, меняется, как я смотрю, как я посмотрел там. Я тоже попрошу тебя сделать, озвучить три главных инсайта, которые сейчас у тебя есть для наших коучей, терапевтов, людей, помогающих профессии, ну и те, кто сам сейчас проходит через такой кризис смысла жизни, что делать, если потерял смысл жизни три главных типа, три главных совета или рекомендации. Ну, до той степени возможно, мы должны войти в мир другого человека, нашего клиента или кем он является. и вот это, по-моему, это самое важное, самое главное. Это если не можем, а если мы остаемся в нашем мире, тогда он просто сумасшедший или волной, или вредный, или что. А если мы можем даже частично пойти в его мир, или представить его мир, смотреть через его глаза, то тогда мы начинаем понять. И мы должны не только смотреть через его глаза, но смотреть со стороны, наблюдать на его систему. Это кто там находится? Это его родители, его жена, дети, друзья, родственники, кто там. И если это Валерий, тогда я бы хотел смотреть на отношения с матерью, покойная. потому что это до сих пор по-видимому влияет. Первое тогда, чтобы суммировать, Оксана, это понять другого человека тем, что мы смотрим через его глаза, мы представляем себя в его мире и тогда последовательно мы наблюдаем со стороны, смотрим не на психику человек, это не помогает. На ситуацию? На его ситуацию, да. Первое значит смотреть на ситуацию, дальше второе. Ну может быть это частично связано, а померить его как или даже перед тем, как мы начинаем менять это ограничиваемое убеждение или делать изменение в самодалностях или какой-то еще технику прием. Думая, это надо думать о том, как вот это препятствие появилось, образовалось и какую роль препятствие играет. Иными словами, это все это какой-то очень сложный механизм и все это равновесит или противовесит другую половину и это очень интересный механизм. Но наиболее интересное на мой взгляд это в том, что это все с добрым намерением с обоих сторон. темная сторона и светлая сторона. И когда мы начинаем посмотреть с этой точки зрения, я имею в виду, когда мы начинаем это с обоих сторон, это понять, в чем смысл, почему это, что это дает, в чем преимущество, как это увезет в систему, кому это нужно. тогда мы начинаем это понять на другом уровне, на уровне выше, чем самодиаминский уровень сердца. Уровень системы. И поэтому вот это я бы хотел как второй вопрос или если это вопрос молодому специалисту, тогда пожалуйста, в каком мире растет вот это препятствие и какую роль играет, кому это нужно, то есть это смотреть на экологию. Здорово. третий момент. Я ученый, конечно, я не нашел доказательства, что есть на свете сверхъестественная. А при этом мне кажется, что через наши клиенты не случайно мы встречаемся с нашими препятствиями, с нашими сложностями. и третий момент, я бы хотел как человек, я тоже хочу расти, взрослеть, я хочу быть более-более успешным, реализовать больше своего потенциала, и поэтому я бы хотел использовать каждый случай как возможность, как шанс тоже найти что-то новое для себя, параллельно. В первую очередь мы помогаем другому человеку, но почему не пользуются шансами помогать себе тоже, и тогда это гораздо более интересно, и мы тогда можем лучше жить и показать пример о том, как препятствия и в конце концов жить прекрасно. Класс. Спасибо. Пожалуйста, мне кажется, очень интересная характерная звала это подкаст, да, Да, подкаст. Ничего, приятно, что это можно просто говорить и не беспокоиться о том, как я выгляжу и не надо. Должны как делать. Ну, я сейчас делаю нашу селфи для наших зрителей и добавлю его в видео. Спасибо. А наша аудиоверсия этого подкаста, друзья и коллеги, она опубликована в нашем телеграм-канале Ричард и Оксана Коннора «Изменение ситуации и изменение реакции». Это наш личный канал, присоединяйтесь. Наша ссылка на этот канал в телеграм-канале опубликована сразу же вверху, в описании к этому подкасту вы найдете. Друзья, это подкаст Коннора о главном, и у нас в гостях сегодня был Ричард Коннор. Я не главный, между главный это говорить. Да, я главный. Тема сегодняшнего нашего подкаста была «Что делать, если ты потерял смысл жизни?» И я благодарю Ричарда за то, что поделился с нами своим опытом, своей точкой зрения, и благодарю Валерия за то, что он с нами тоже участвовал, поделился своим приключением. и согласился с тем, что мы использовали демонстрацию. Между прочим, позвольте, я сейчас прочитаю вам, что нам написал Валерий, когда мы прочитаем вам, что нам написал Валерий, когда мы спросили у него разрешение на то, что можно включить демонстрацию в книгу. Привет, Ричард и Оксана. Да, вы можете выложить демонстрацию со мной. В моей жизни прежде всего существенно изменилось общее мироощущение. Оно стало гораздо более позитивным. Теперь, когда я работаю, то передо мной не встают вопросы, зачем я всё это делаю, где во всём этом смысл, поскольку в работе с людьми я стал себя именно дарить, а не отбывать номер, то начал испытывать большое наслаждение от результатов и деятельность обрела для меня смысл. После хорошей работы хорошо отдыхается и в отдыхе я тоже стал ощущать смысл и наслаждаться, а не решать задачу, как убить свободное время, как раньше. Большое вам спасибо и успехов в написании книги. С уважением, Валерий Пенигин. Ну, как и с моим началом, ну, что? Ну, хорошие. Спасибо за тёплые слова, Валерий. Друзья, и у нас с вами, для тех, кто нас дослушал до конца, сейчас я вам скажу, какие же у нас сюрпризы. Прежде всего, это мини-игра с нашим добрым ботом, игровым ботом, мини-игра «Слово мастер». Зайдите, пожалуйста, на наш канал. Что это за игра? Это новая наша игра, эксперимент. Нам тоже интересно, как вам она понравится. Пишите ваши комментарии. Ну, как играется? Играется так. Вы заходите к нам на канал, ссылка в описании. В канале есть сообщение. В сообщении есть слова синеньким «Зайти в игру». Заходите, проходите по этой ссылке и пишите слово «мастер». Это ваш пароль входа в игру. Когда вы напишете слово «мастер», вам сразу откроется первая станция. Это статья. Нужно прочитать статью о Джоне Гриндере. Это статья Ричарда о том, как он учился у Джона Гриндера. Дальше наш добрый робот, наш добрый бот поведет вас через маленькое приключение по нескольким вопросам. И также на каждой станции вам будет маленький подарок. как контрольное что-то? Нет, это как квест. Маленький квест. А, везде будет добрая поддержка. Если чего-то не знаете, можно просто нажать секретную кнопочку и пройти дальше. Ты не будешь наказать. Нет, у вас иммунитет. Если не знаете, пишите «Я не знаю». И тогда вам тоже будет маленький бонус. добрый бонус поддерживающий какой-то маленький бонус. То, что честно ответил. У нас такая стратегия. В смысле? То есть если читаешь статью, тогда отвечаешь вопросы, тогда еще дальше. После этого короткое видеонаграда. Маленькое видео. И тогда еще вопросы? Тогда вопрос или какая-то ситуация предлагается и нужно выбрать ответ. Господи. Потом опять какое-то интересное видео. Это все придумала. Это все придумала Оксана Кобов. Так и подозревала. А тогда будет интересно. Вот. Друзья, это первый сюрприз. Это дети могут тоже играть, только взрослых. Могут все играть. И можно даже одну игру пройти несколько раз. То есть можно один раз пройти как будто ты знаешь, а второй раз как будто ты не знаешь. Что тоже интересно. Друзья, еще у нас с вами два сюрприза. Это два купона на скидки. Первый купон на скидку тысячи рублей у нас 20 апреля скидка тысячи рублей. С 20 апреля у нас начинается группа наставничества Ричардом Коннором. Мастер стади кейс группы. Кейс стади. Мастер и Маргарита. Ну да, сейчас время такое чтение Мастер и Маргарита, но мы вернемся еще к этому в наших постах. В общем, друзья, группа наставничества это очень интересный проект. Ричард будет 8 занятий встречаться с 20 героями нашими и помогать им в их текущей ситуации. У каждого из нас сейчас есть какая-то задача или проблема, которая или мешает нам расти дальше, или может быть что-то отсутствует в жизни и мы хотим создать, или хотим развить какой-то навык. Вот для таких наших участников и будет проводиться это ну что-то типа терапевтической группы еженедельно обычно будет работать с двумя участниками и работать с целью или проблемой и также будет обсуждение люди, которые уже прошли демонстрацию, они смогут поделиться своими изменениями и задать вопросы Ричарду как их наставнику и коучу. это будет закрытая группа только для нас и мы по мере того, как мы знакомимся и понимаем друг друга и появляется вот это доверие, то мы поддерживаем и вместе мы растем это очень крутое приключение исследования. друзья и очень сердечная очень человеческая встречи проходят в очень экологичном режиме мы уже четвертый год мы уже работаем онлайн с тех пор как пандемия приключилась мы ушли в онлайн почти полностью да и мы знаем как нужно построить занятия чтобы вы не устали во время этого занятия двуми во-первых у нас занятия двухчатовые всего во-вторых с перерывом на кофе чай и обязательно всего лишь один раз в неделю мы встречаемся и будет 8 занятий то есть у нас будет 8 недель подряд а потом начнутся уже летние каникулы это последний шанс в данном случае учиться очно у Ричарда онлайн до осени следующая группа будет только осенью у нас поэтому присоединяйтесь у нас всего 20 мест по вашему сюрпризу по вашему промо-коду мастер а сколько тебе будет стоять сейчас на данный момент стоимость 10 тысяч рублей 10 по-моему 900 или 10 ну в общем стоимость около 10 тысяч но вы еще от стоимости давай мне проверю я сейчас по вашему промо-коду мастер если вы на сайте зайдете и уже когда вводите данные карты ведете промо-код и тогда у вас будет еще и скидка то есть мы вам дарим купон на тысячу рублей до 10 апреля этот купон будет действовать еще 3 дня сегодня седьмое только 3 дня да ну а если кто-то слышал тогда через 4 дня 10 990 сейчас стоимость 10 990 а с вашей скидкой на тысячу с купоном будет 9 990 10 тысяч короче с купоном без купона 11 если кто-то слышал они просто случайно через 4 дня я очень хотел все-таки купон получить допускается чтобы человек просто это обратился через 4 дня но это только в личном порядке но я имею ввиду хорошо если вы слушаете если вы 11 апреля слушаете по просьбе Ричарда вам еще на один день мы продлеваем то есть 11 еще можно с этим купоном друзья следующий наш сюрприз вам это купон на 2000 рублей на оплату летнего семинара друзья до 10 апреля также в течение 3 дней введите пожалуйста при оплате на сайте промокод внимание лето 23 лето буквами 23 цифрами как пишут просто по русски лету и дальше 2 цифры 2-3 битпробел 23 год да лето 23 эти все промокоды у нас есть на нашем канале тоже в закрепленном сообщении апрельские сюрпризы нашим зрителям тоже до 10 числа это закрепленное сообщение повисит 10 мы уже его снимем и уберем действительно у нас все промокоды закрываются через 3 дня ну а ваш сюрприз мини-игра с подарками он работает тоже заходите в наш бот играйте читайте статьи голосуйте в наших вопросах в следующем друзья в следующем нашем подкасте друзья у нас будут истории о волшебниках изменений вчера я провела очень интересный позавчера это было в среду я провела очень интересный эфир с нашими участниками история о Милтоне Эриксоне и сейчас мы будем на следующей неделе мы будем делать истории о разных терапевтах на данный момент нас победил кто бы вы думали Роберт Диллс и вы сможете слушать историю Роберта Диллс я буду рассказывать сама историю и возможно у нас также будут еще и другие участники другие гости подкаста а сейчас я вам желаю хороших выходных желаю наслаждаться жизнью и даже если сейчас вы проходите через кризис давайте отложим положим в маленькую приятную коробочку или сундучок на два дня вот эти все тревоги заботы обязанности и ответственности и просто наслаждаемся жизнью а в понедельник можно достать и распаковать хороших вам выходных выходных это подкаст гонора о главном спасибо Ричард у меня это большой судьбу а мы будем на выходных гулять по морю и наслаждаться счастливо по морю Продолжение следует... Продолжение следует... Продолжение следует...